Лето 1942 года. Крупный огороженный объект недалеко от небольшого хорватского села. На берегу рек Уна, Сава и Великая Струга за рядами колючей проволоки высятся бараки. Уверенный и сильный голос дает команду на построение, и словно эхо ее повторяют другие голоса, разнося по всему лагерю. Команда не успевает смолкнуть, как из дверей бараков с открытых пространств и со всего объекта к центру начинают стекаться заключенные в грязных робах. Все как один измучены непосильным трудом. Ввалившиеся глазницы, худые истерзанные ладони, ноги едва переступают по влажной от вчерашнего дождя земле. И все же они знают, если не поторопиться, будут последствия. Хотя никто здесь не строит иллюзий, что их не будет в любом случае. Юноши, мужчины и старики, больные и искалеченные, собираются на жалком подобии площади, между самыми большими бараками. Они еще не знают, что их ждет. Но вот люди видят, как из рядов надсмотрщиков в отглаженной форме отделяются несколько человек, до боли знакомых каждому заключенному. Несколько самых злых, жестоких и беспринципных служителей режима. У каждого на правой ладони грубая кожаная перчатка с приделанным сбоку острым лезвием. Постепенно ускоряясь, лагерные охранники идут к толпе. Один из них вплотную подбегает к ближайшему заключенному, вскидывает руку и с размаху вонзает ему нож в шею. Кровь брызгает на идеально вычищенную форму. Не задерживаясь, надсмотрщик бьет следующего узника, стоящего рядом. А затем еще и еще. Секундами после к нему присоединяются и другие палачи. Заключенные не бегут, потому что некуда бежать. Некоторые кричат от страха и падают на колени, моля о пощаде. Но палачам так даже проще наносить удары. Некоторые молчат, беззвучно молятся, закрыв глаза, принимая скорую смерть как спасение от ужасов лагеря Есиновац. К вечеру палачи сдадут в прачечные полностью красную от чужой крови форму. А другие заключенные до самого утра будут убирать с лагерной площади сотни и тысячи тел погибших. Здравствуйте, друзья дорогие! Это «Лагеря» — спин-офф подкасты дневники Лоры Павловны. Меня зовут Дмитрий Лебедев, и здесь я рассказываю о всемирной истории концентрационных лагерей и о явлениях с ними схожих. О человеческих судьбах, государственных и политических процессах, а также в целом о событиях, которые повлияли на создание лагерей, сопровождали их существование и ознаменовали их разрушение. В прошлом эпизоде мы говорили о фактически первых концлагерях на европейском континенте. Ну то есть как, совсем не европейском, в стране Европы. Просто на задворках цивилизации, конечно. То есть все равно вдали от главных стран континента и вдали от глаз сильных мира сего, а именно в Сирийской пустыне, в удаленной провинции Османской империи, тогда еще существовавшей. Геноцид армян, наряду с другими народами, де-факто устроенный, но де-юре не объявленный, многими так до сих пор не признанный и толком не осмысленный международным сообществом. По крайней мере тогда, в конце 1910-х годов так уж точно. И сам термин геноцид и разносторонняя правовая оценка появятся гораздо позже, когда мир будет потрясен массовыми истреблениями, которые, по сути, были отрепетированы на базе османского лагеря Дейр-э-Зор, режимом младо-турков. По итогам уже двух выпусков, какие вводные мы с вами имеем. Европейская цивилизация по большей части активно следует системе «свой-чужой», как и сотни и тысячи лет до этого, естественно, просто сейчас, на рубеже 19-20 веков, особенно сильно. Ведь недавнее учение Дарвина нашло еще и социологическое подтверждение. О социал-дарвинизме мы обязательно с вами поговорим тёточку позже. В продолжающуюся эпоху колониальных захватов и бодрого вывоза ценностей из стран менее цивилизованных и менее сильных с военной точки зрения, просвещенные народы не то чтобы гнушаются критериями бесчеловечности по отношению к народам менее просвещен. Чернокожие жители Африки, смуглые индусы, дремучие азиаты — всё это либо средство для достижения своих великих целей, либо, да, неприятное осложнение на пути к этим самым целям. Либо же, среди наиболее просвещенных больших молодцов, это высокая миссия донесения цивилизации. Уже упомянутый нами Редиард Киплинг, чистокровный британец, родившийся как раз в землях Индии, написал не только книгу джунглей про Маугли, но и весьма занятные стихотворения, во многом отражающие взгляд цивилизации на весь этот низ. Переводов много, с вашего позволения, приведу в переложении Михаила Александровича Фромана. Несите бремя белых, и лучших сыновей на тяжкий труд пошлите за три девять морей, на службу к покорённым угрюмым племенам, на службу к полудетям, а может быть, чертям. Стихотворение «Бремя белого человека» призывает и восстанавливать мир, через войну, естественно, и побеждать болезни и голод теми же методами, выращивать сады на месте пустошей, строить города и приносить великие ценности, даже зная, что тупые и озлобленные аборигены не отплатят вам, дорогие цивилизованные люди, ничем, кроме ненависти. Вот вам и реките Китаве, знаете ли. Многим это, конечно, может показаться диким сейчас, в 21-м веке уж тем более. А тогда это вполне соответствовало духу времени. Хотя и нынче такую точку зрения, проблемы белого человека я имею в виду, разделяют многие по всему земному шару. Просто сейчас дело не всегда в цвете кожи, так скажем. А что же еще, спросите вы? Ну, как бы, способов и механизмов поделить всех на своих и чужих человечество за долгую историю существования придумало массу. Земля, язык, уровень достатка, политические убеждения, любимая футбольная команда, кому жарко, кому душно в маршрутке, способ есть вареные яйца с острого конца или с тупого, да как бы что угодно. Ну и самое главное, религия, да, тот самый свод моральных, этических и нравственных ориентиров, который побуждал миллионы людей на кровопролитие, распри и войны. Твои дремучие идолы против моего истинного бога? А, вот вам кровавая христианизация Германии и Скандинавии или крещение Руси с низвергнутыми в реку деревянными башками. Ты читаешь Библию и молишься на родном французском, а не на латыни. Вуаля, варфоломеевская ночь. Ты занял святое для меня место, негодяй? Получи крестовый поход. И только официальных штук восемь. Ты думаешь, что верховные власти достойны не только потомки пророка, но и просто умные и достойные имамы? Вот вам и конфликт суннитов и шиитов почти на весь мусульманский мир. Крестишься двумя пальцами вместо трех. Стоишь в храме, опираясь на неправильную ногу. Называешь бога по имени. Рисуешь его на картинке. Да снова что угодно. Религиозные распри, непримиримые конфликты и кровопролитные войны ради всего святого шли, наверное, с тех самых пор, как человечество в принципе сформировало концепт высших сил. Если чужой считает твоего бога слабее, он непременно его уничтожит. Если, конечно, свои не опередят чужих. Ничего нового. Другой вопрос, а всегда ли причина, то есть настоящая причина, в вере? В этом, как и во многом другом, попробуем разобраться в свежем выпуске лагерей. На примере зверств, привнесенных извне, вспыхнувших не внезапно, а скорее разгоревшихся просто с новой силой, и, самое страшное, оставшихся практически незамеченными на фоне прочих глобальных потрясений. Поехали. Пока не начали, рубрика «Книга лучше». Если выпуск закончится, а у вас останется легкое чувство недосказанности, советуем ознакомиться с книгой балканиста-любителя Никиты Леонтьева. «Усташские лагеря смерти в независимом государстве Хорватия» в 1941-1945 годах. Книга не художественная, явно непростая, но в документальном отношении крайне ценная. Как минимум, благодаря воспоминаниям жертв и очевидцев тех событий, которые дожили до наших дней. Познакомиться с исследованием Никиты Леонтьева можно в книжном сервисе «Строки», благодаря которому и увидел свет спецсезон лагеря. Интерфейс удобный и интуитивно понятный. Можно настраивать и выбирать наиболее комфортный шрифт, выделять важные цитаты и фрагменты любимыми цветами, по завершении отслеживать собственную статистику, что, как и сколько читали, и пользоваться рекомендациями, что читать, собственно, дальше. А если вы лучше воспринимаете на слух, можно выбрать любую из тысячи аудиокниг. А еще в «Строках» бесплатно доступны многие подкасты. Ну, в том числе, скоро должны появиться и ваши любимые дневники Лоры Палны, как уже вышедшие, так и совсем свежие. Ссылку на книгу Никиты Леонтьева о бустошских лагерях смерти и на сервис «Строки» в целом оставили в описании. Простой и в то же время сложный вопрос, дорогие друзья, достаем двойные листочки, записываем. Почему началась Первая мировая? Ну, вопрос сложный, потому что факторов реально миллион с лишним. И цивилизованный мир был к этому готов. И глобальный оборонно-промышленный комплекс вышел на достойный уровень. И потенциальный выигрыш для каждой стороны превышал даже потенциальные, хоть и вполне реальные риски. А простой этот вопрос, потому что мы, в общем-то, все, наверное, с вами знаем со школы. Да, как бы я понимаю, если мы сейчас с вами полезем в эти дебри, то до основной темы спецсезона, может, мы и вовсе не дойдем в этом выпуске, так что давайте широчайшими мазками, как мы любим. Но оно нам и правда пригодится для пущего понимания. Значит, Балканы. Как мы помним из предыдущего эпизода, регион максимально взрывоопасный. Уже долгие годы. Можно сказать, постоянные восстания, конфликты на Балканах, они и стали началом конца для Османской империи. Тоже широкими мазками, да? Что мы имеем сейчас, на начало века? Бывшее княжество Сербия, которому еще в 1878 турки очень вынужденно подарили автономию, не без напора, кстати, со стороны Российской империи, да, теперь стало королевством Сербии. Одним из главных государств Балкан и опорой для южнославянских народов. И да, как и многие другие страны, Сербия лицезрела небывалый подъем национального самосознания. В эпохе грядущих перемен это могло быть не только красиво, но еще и выгодно. Независимость от соседей по политической карте, автономия в экономическом смысле, процветание, ну и, в конце концов, гордость за самих себя. Проблема заключалась в соседях, которым это явно не понравится. И для Сербии таким вот соседом стала Австро-Венгрия. Давний покровитель и, так уж удачно сложилось, получатель всякого добра с Балканских земель. Открытое противостояние маленькой Сербии с чрезвычайно сильной Австро-Венгрией было смерти подобно. Поэтому власти ограничивались официальными спорами, препирательствами на уровне дипломатии, ну и так далее. С начала 1900-х то и дело погибают разные австро-венгерские чиновники. От пуль и бомб радикально настроенных боевых сербов. А все же главный теракт впереди. 28 июня 1914 года в город Сараево прибывает Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Австрийский Эсте, наследник Австро-Венгрии и большой сторонник политики триализма. Что это такое? Это превращение монархии дуальной, то есть двойственной, состоящей из Австрии и Венгрии, в монархию Триальную, с добавлением к двум имеющимся, третьего полноценного игрока — Славии. А что, в стране живет просто тьма представителей самых разных славянских народов. Вот если дать австро-венгерским славянам такую красоту, как Славия, то, может, и соседняя Сербия будет позговорчивее, да? Ну, всяко выгоднее, чем с ней открыто воевать. И вроде как дело доброе, но тем же сербским националистам оно не нравится. Сегодняшнее послабление — это завтрашнее рабство, а значит, Франц Фердинанд, главный сторонник вот этого самого триализма и слави, цель идеальная. Не успевает эрцгерцог официально въехать в Сараево и подтвердить визит, как в его автомобиль прилетает граната. Правда, она отскакивает от крыши, и монаршая семья остается нетронутой. Францу Фердинанду рекомендуют спешно покинуть город, но он перед отъездом хочет навестить тех, кто пострадал из-за него, ну вот во время взрыва. Когда автомобиль эрцгерцога проезжает мимо Латинского моста, к нему из толпы выходит сербский гимназист Гаврила Принцеп и делает два выстрела. Первый попадет Францу Фердинанду в шею, второй смертельно ранит его жену, Софию. Пока официальная реакция только готовится, в городе уже вспыхивают погромы. Сербские лавки, особняки, церкви, все это разоряют другие местные жители, боснийские мусульмане и хорваты. Ставим галочку. А затем власти Австрии предъявляют Сербии так называемый июльский ультиматум, возлагая именно на сербов всю ответственность за гибель наследника, так на минуточку, престола. Сербия вроде как его готова принять, но один только пункт не принимает, что и стало поводом для Великой войны. Тот фронт, который здесь был открыт на Балканах уже в августе 1914 года, здесь и сражалась армия Австро-Венгрии против сербской армии. Это кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин. В армии Австро-Венгрии как раз она состояла из тех же не только немцев, не только венгров, но преимущественно как раз тех же самых хорватов. Те и другие народы не забывали о том, что они буквально с оружием в руках сражались друг против друга. И для Сербии это действительно была война не на жизнь, а на смерть, поскольку мы помним, что территория Сербии оказалась полностью оккупирована, и, в общем-то, одни вот из первых лагерей, которые здесь создавались, они создавались в том числе со стороны Австро-Венгрии против мирного сербского населения. Да, в годы Первой мировой появляется то, что часто называется первым концлагерем на территории Европы. Недалеко от города Добой, на севере Боснии и Керцеговины, стали концентрировать сербских военнопленных и гражданских. Всего через Добойский лагерь прошло больше 45 тысяч человек. 12 тысяч из них погибли от голода, болезней и побоев. Но на самом деле первым на территории Европы он не был. Австро-Венгрия даже до того устраивала лагеря для славянского, а в основном даже для русского населения и для всех, кто так или иначе симпатизировал царю. Места были следующие. Чешский Терезин, это скорее больше политическая тюрьма, в которой, кстати, и скончался Гаврила Принц тот самый, и Талергов около Граца, в котором, по воспоминаниям очевидцев, за малейшую оплошность кололи на смерть. Ежедневно утром лежало под бараками по несколько окровавленных трупов. Так вот, Первая мировая завершилась, и на Балканах по итогу Великой войны образовалась новая страна. Држава славянца, хрвата и сырба. Собственно, государство славянцев, хорватов и сербов. А десять лет спустя, в ходе переворота, оно получило более знакомое нам имя Королевство Югославии. Правда, от этого не сильно затих огонь под кипящим котлом Балкан, и вроде как объединенные под общим флагом народы прежние свои обиды не забыли. Вскоре после окончания Первой мировой в новом государстве появляется хорватская крестьянская партия. Ее лидер Степан Радич активно использует националистическую риторику, разжигая ненависть к сербам, якобы захватившим все вокруг, и принижающим хорватов, которые тоже вроде как бы тут живут и право имеют, да? Острые разногласия вылились в то, что сербский депутат застрелил Радича на одном из съездов. Слово историку-балканисту Владимиру Путятину. Убийство яркого политического лидера, который во многом представлял интересы хорватского населения, который, в общем-то, активно поддерживал эту хорватскую крестьянскую партию, привело к массовым демонстрациям, недовольству и, конечно, радикализация, в том числе и вот националистических групп, да, или настроение среди, собственно говоря, хорватского населения. И вот одной из таких групп стали усташи. Поначалу это была не парламентская партия, даже небольшое общественное движение, а скорее маргинальное объединение тех, кто восставал против власти и был всем очень недоволен. Их название с хорватского, собственно, так и переводится. «Восставшие» или «повстанцы». Маргинальное, потому что их мало кто поддерживал, кроме радикально настроенных товарищей и бывших, например, австро-венгерских офицеров, которые мечтали о былом величии. Тем не менее, на политическую карту выходит Анте Павелич. Снова ставим галочку. На родине он неоднократно пытался продвигать ультраправые идеи, чем вскоре заслужил справедливое уголовное преследование и продолжил действовать уже из-за рубежа. Там под его началом объединились как силы легальные, партийные, идейные функционеры, так и нелегальные. Грубо говоря, террористы и боевики, которые успешно тренировались в полевых лагерях на территории Венгрии, Италии и Германии. Это, кстати, уже 1930-е годы, если что. Радикальное крыло вскоре показало себя во всей красе, когда в 1934-м во французском Марселе был убит король Югославии, Александр I. Все в соответствии с официальной позицией газеты «Усташа» рупора движения Павелича. Усташский долг воздать за все сполна, но неравной мерой. Усташи запомните, за зуб – голову, за голову – 10 голов. Так велит усташское Евангелие. Как, собственно, и заявление самого Павелича за пару лет до казни короля Александра. «Нож, револьвер, пулемет и бомба с часовым механизмом. Вот наши идолы. Вот колокола, что провозгласят возрождение независимого государства Хорватия». Не мудрено, что с такой свирепой риторикой усташи не могли прийти к власти с одобрения международного сообщества. Поэтому Павелич сделал ставку на другие силы, набирающие обороты. На страны, еще только зарождающиеся оси. Фашистскую Италию и нацистскую Германию. Правда, те же немцы, например, предпочли бы другую партию во главе вот этого вот марионеточного правительства на территории Югославии. Но те отказались сотрудничать еще до войны. И потом на Берлин давили сторонники Муссолини. Хорошо знакомые с усташами фашисты понимали, Павелич станет отличным руководителем марионеточного и подвластного им государства. А значит, позволит Италии делать все, что угодно на близких и тактически выгодных землях Балкан. Если взглянете на карту, как раз через море вот этот вот итальянский сапожок и берега Югославии, будущей Хорватии. Между тем, 1941 год. В марте югославское правительство, видя явную угрозу со стороны немецкой армии, присоединяется к тройственному пакту. И Югославия становится страной оси. Да, друзья, стран оси было не три, далеко не три, не только Германия, Италия, Япония. Правда, Югославия будет с осью всего два дня официально. Народ, потому что восстанет, зазвучат лозунги «Лучше война, чем пакт», «Лучше гроб, чем рабство». И вскоре, в ходе переворота, правительство будет свергнуто. Германия ответит на это свирепо и яростно. В апреле начнется так называемая операция 25. Войска нацистов войдут в страну со стороны Румынии, Болгарии и Венгрии, разбомбят Белград и за 11 дней завоюют Югославию. Бывшая королевская армия была, к сожалению, совершенно не готова к таким боевым действиям. Теперь здесь провозглашена новая страна, независимое государство Хорватия. А во главе ее стоит Анте Павелич, в чине «поглавник», что с хорватского можно перевести как «вождь» или «фюрер». Лозунг тоже присутствует «За дом спремны», «За родину готовы». Со всей смысловой нагрузкой всемирно известного Зигхайль. И вот странное дело, к власти приходит движение усташей, о котором многие знали, но которое никто особо до тех пор не поддерживал. Ну как бы забугорные террористы, радикалы, да в общем-то и все. На момент получения, ну или фактического захвата власти, в движении официально состояло около трех тысяч человек. Недостаточно для всей страны, да? Но атмосфера войны, страха и репрессий свое дело сделали. Тем более, что новая власть озвучивала систему «свой-чужой» довольно громко и доходчиво, пусть и не очень четко. Во-первых, сторонники Павелича продолжали гнуть свою излюбленную линию про захвативших все вокруг сербов. Во-вторых, традиционные враги цивилизованных народов, особенно для стран Европы, да? Они никуда не ушли. Это все «утрируя» в кавычках, как вы понимаете. И, наконец, Германия неоднократно намекала на помощь в решении еврейского вопроса. Даже немецкий МИД просил подробно расписать, насколько усташи близки в своих взглядах к нацистам. Павелич соответствовал в письменной форме. Сегодня почти все банковское дело и почти вся торговля в Хорватии находится в руках евреев. Вся пресса в Хорватии находится в руках евреев. Эта еврейская масонская пресса постоянно нападает на Германию, немецкий народ и национал-социализм. Все враги, все сербы, евреи и цыгане должны быть уничтожены. Вскоре против нехорватов стали применяться столь явные репрессивные меры, что многие потянулись к усташам. Чтобы не стать новой жертвой режима, чтобы оказаться полезным или чтобы расквитаться с ненавистными сербами, из-за которых немецкое вторжение якобы и началось. Так что неудивительно, что первый усташский лагерь для гражданских на территории независимой Хорватии появился буквально через пять дней после смены режима. Акции устрашения с самых первых дней новой власти носили показательный и зверский характер. Вооруженные отряды врывались в дома и приходили в села, здания сжигали, некоторых местных выборочно расстреливали на глазах у остальных. Кого оставляли в живых, брали под стражу и перевозили в места заключения. Но уже совсем скоро и без того не особо многочисленные именно тюремные здания оказались переполнены. Это неудивительно. На территории независимого государства Хорватия или НГХ, как оно сейчас теперь себя называло, треть населения составляли именно сербы. А против них и была направлена главная агрессия усташей. Что делать? Прибегать к международному опыту. Тем более донор идей для НГХ был соответствующий. Германия к 1941 уже успешно опробовала альтернативный способ заключения для многочисленных противников режима. После чего усташи начали разворачивать лагеря. Происходит это бессистемно и стихийно. Ни достаточного времени, ни свободных ресурсов у усташей пока нет. На базе старых заводов и больших промышленных комплексов, полуразрушенных монастырей и исторических замков создаются места временного пребывания. Если проводить параллели, то примерно ту же роль выполняли в Османской империи транзитные лагеря. Пока что собрать людей в одном месте, а дальше перераспределить. Но вот вопрос, а насколько это все законно? Да, понимаю, звучит сомнительно, как бы, а зачем диктатуре законность? И все же, усташи пытаются выглядеть максимально легитимно для собственного народа, чтобы не только задержаться у власти и радовать покровителей в качестве спокойной страны-сателлита, но и чтобы привлечь на свою сторону новый личный состав. Ведь гораздо проще организовать народную поддержку за, скажем так, правое дело, а не изначально преступное. И вот, точно так же, как в свое время было и в Германии, правительство Анты Павеличи издает целый ряд законов. Законодательный акт о запрете кириллицы. Кириллица воспринималась как письмо именно сербов. Это снова историк-балканист Владимир Путятин. Законодательный акт о расовой принадлежности. Законодательный акт о гражданстве. Затем законодательный акт о переходе из одной веры в другую. В свою идеологию они практически сразу стали воплощать. И поскольку целью их идеологии стала борьба за очищение территории Хорватии от других расово-непригодных народов, в общем-то, уникальность идеологии устыша заключалась здесь в том, что они во многом объединили свои националистические идеи, с другой стороны взяли за основу и расовую теорию, которую исповедовал Третий Рейх, практически сразу было издано новыми властями устышами ряд распоряжений, которые напрямую повлияли на создание в том числе этих самых лагерей. К слову, обмен опытом со старшими немецкими коллегами происходил вполне официально. Так, например, было организовано несколько деловых визитов в Германию с обязательным осмотром образцовых лагерей, а еще с программными консультациями. Специалисты тайной полиции Гестапо или эксперты СС щедро делились экспертизой, как выявлять врагов народа, как получать от них максимум доступной информации и как избавляться от последствий. Так вот, в делегации усташей Германию посещал и хорватский функционер Векослав Лубурич, командир усташской обороны. Это имя мы тоже запоминаем. Жирная галочка. Правда, сами эти визиты состоятся чуть позже, в июне и сентябре. А первые лагеря, как мы уже говорили, откроют вскоре после операции 25 или Апрельской войны. Собственно, с апреля начинает действовать лагерь Даница, через который прошли по разным источникам от пяти до более чем девяти тысяч человек. По отрывочным воспоминаниям заключенным полагалось по полкило хлеба в день. Правда, не на одного, а на группу из четырнадцати узников. Сюда отправлялись цыгане, евреи и в основном сербы. От голода и непосильного труда многие умерли, многих убили, но все же большинству узников удалось заключение пережить. Правда, ненадолго. По выходе из Даницы их обычно ожидала переброска в другие лагеря. Еще одним местом концентрации открытым в числе первых был лагерь Ядовно. Недалеко от берега Адриатического моря около города Госпича. Представьте, место крайне живописное, окруженное карстовыми провалами. Из-за особенностей почвы сплошная линия земли внезапно прерывается и перед наблюдателем предстает темная пропасть в сто и даже больше метров глубиной. Бездна, в которую, как мы помним, вглядываться небезопасно. По-хорватски они назывались просто ямы. Усташам эти провалы нужны были, как вы понимаете, не для геологического интереса. Лагерь был фактически окружен такими ямы. Ближайшая располагалась где-то в километре. Ядовно изначально, по крайней мере, на бумаге, служил именно транзитным объектом. Туда отправлялись и борцы с усташами, и хорватские евреи, среди них, кстати, даже был мэр Капривницы, небольшого, но все же города, а также, естественно, сербы. Причем не только опасные для режима, трудоспособные, готовые вооружиться мужчины, но и их семьи, вместе с женщинами, стариками и детьми. Сам лагерь просуществовал всего четыре месяца. В сентябре же в округ были отправлены медицинские отряды итальянской армии. Они были обеспокоены донесениями о массовых отравлениях среди местных жителей и о том, что падает качество пресной воды. Что они обнаружили, писал доктор Финдерли Виктор. В районе ям я нашел обрывки цепей, навесные замки разных размеров, значки рабочих железной дороги, резинки от белья югославских офицеров, зубные щетки, карманные зеркальца, гребни и, самое интересное, разорванные и пустые кошельки. В одном месте были обнаружены фрагменты черепа, предположительно взрослого человека 30-50 лет, убитого примерно два месяца назад. Разлом ямы, примерно 8 на 5 метров, словно не имея дна. Я бросил туда камень и так и не услышал всплеска при его падении. Края и стенки ямы покрыты известью. Видимо, ее засыпали незадолго до нашего визита. Тем не менее, все вокруг проникнуто чудовищным запахом разлагающихся трупов. Судя по всему, в разлом бросили около 500 тел. Только потом выяснится, что я давно служил пунктом переброски не к следующим лагерям, а к этим самым ямы. Группы заключенных проделывали путь от одного до пяти километров, после чего выстраивались в линию перед краем бездны. Ближайших расстреливали пулеметной очередью. Стоящие следом принуждались сбрасывать тела вниз. А затем патроны не тратили. И заключенных сталкивали в пропасть еще живыми. Чтобы исключить и без того мизерные шансы на выживание, устышские конвоиры бросали в ямы ручные гранаты. Любая попытка бегства каралась расстрелом на месте или же, опять же, из экономии боеприпасов, на узников спускали собак. К концу июня, за два с половиной месяца, из хорватской столицы Загреба сюда поступили несколько сотен еврейских семей. Тогда же, в июне, ядовно посетил и Викослав Луборич, главный теоретик и практик лагерной системы усташей. Свой визит, по некоторым воспоминаниям, он ознаменовал тем, что перерезал горло двухлетнему ребенку, а затем приказал лагерному офицеру прикончить другого, не вдаваясь в подробности, если голыми руками. Последние заключенные были расстреляны из пулеметов, после чего союзники со стороны Италии настояли на окончательном закрытии объекта. Закономерный вопрос, а почему? Ну, то есть, почему, понятно, почему с точки зрения фашистов? В случае с тем же ядовно можно сказать, что итальянцев беспокоило, как массовые захоронения повлияют на местное лояльное население, и что вспышка эпидемии в принципе не была никому нужна. Но все же стоит отметить, лагеря усташей не устраивали не только фашистов Италии, но и нацистов Германии. Ни одна из стран ОСИ не принимала участие в прямом управлении этими лагерями, и все четко разделяли, это именно хорватская инициатива. Опять же, почему? Потому что налицо было явное несоответствие целей, и усташи шли вразрез с четко прописанной расовой теорией Рейха. Конечно, на этапе переговоров еще только будущий поглавник Павелич активно кивал на все идеалы гитлеровской ставки, но еврейское население было для усташей скорее, извините за цинизм, сопутствующей задачей. Главная цель была в уничтожении сербов. Более того, при наборе все новых рекрутов и сторонников режима Павелич шел на изрядные послабления. Так что целью режима становились далеко не все, а только самые грязные, самые нелояльные, самые опасные, ну и так далее. В такой системе ценностей, которая иной раз, кстати, основывалась на слухах и на данных от местного населения, некоторым евреям, например, обещалось покровительство. Почетное арийское гражданство. Неслыханная для Германии тех лет вещь. Кстати, в ряды усташей таким образом вступили около пяти тысяч хорватских евреев, в том числе потому, что это был единственный способ избежать преследования и смерти. Тем не менее, с введением расовых законов повседневная жизнь евреев, цыган и, прежде всего, опять же, сербов изменилась в корне. Никаких гражданских прав, возможность изъятия имущества по щелчку, принудительная депортация, все это стало не только возможно, это стало легально для режима. Как и в Германии, враждебные хорватскому духу представители чужих публично клеймились. Повязка со звездой Давида или с латинской буквой «Джей», сокращенно от «Юден», это для евреев, а для сербов и не только для сербов буква «Пи» «Православцы». Да, вера довольно скоро стала очередным, если не основным маркером чужого. Думаете, зачем были все эти разглагольствования, да, в начале эпизода? Вера отразилась и в официальном дивизии «Усташей», сформированном хорватским функционером Миле Будеком 22 июня, кстати, 1941 года. И тот же девиз будет зафиксирован в газете «Хорватский лист». «Треть сербов мы уничтожим, треть выселим, остальных переведем в католическую веру и превратим в хорватов. Таким образом, скоро затеряются их следы, а то, что останется, будет лишь дурным воспоминанием о них. Для сербов, цыган и евреев у нас найдется 3 миллиона пуль». К слову о вере, архиепископ Загреба примерно тогда же заверил новую власть в полной лояльности. И даже «Папский престол» смотрел на творящееся в Хорватии не то чтобы как на благое дело для католической церкви. Папа Пий XII все-таки получал доклады о зверствах тех или иных в отношении православного населения, в которых участвовали и монахи, и капелланы католические, но ничего не предпринимал. Хотя, что можно было ожидать от оплота мирового католичества, который был заперт на землях фашистской Италии? К 1943 году «Папский престол» по официальным дипломатическим каналам получил уведомление, что в католичество обращено 240 тысяч сербов. Насколько эта цифра соответствует действительности, сказать трудно. Также трудно говорить и о соблюдении принципа вот этих самых «третий» — кто был перекрещен, кто казнен, кто изгнан. К слову, об изгнанниках. На первых этапах усташи действительно организовывали и лагеря депортации, настоящие, чтобы просто выдворить всех нежелательных за границей независимой Хорватии. Привело это к неприятным для оси последствиям. Депортированные скапливались в прифронтовых зонах и присоединялись к активному сопротивлению гитлеровским войскам. Так что довольно скоро Германия закрыла глаза на то, что действия усташей, ну, как-то не соответствуют высоким расовым идеалам Рейха. Да, методы и нравы хорватских союзников не устраивали консервативных немцев. Тем не менее, нацистам они оказались в целом полезны. Как минимум в поддержании порядка и относительно тишины на своем участке фронта, а еще в попутном подавлении коммунистов и, да, евреев. Так что неформально Рейх дал добро на уничтожение. По разным оценкам на территории Хорватии за годы Второй мировой были открыты от 26 до 70 лагерей, в том числе лагерей смерти, самым страшным из которых стал комплекс Ессиновац. Почти в самом центре независимого государства Хорватии, в какой-то сотне километров от столицы Загреба, в месте, где пересекаются две-три реки, десятки дорог и даже пара путей паровозного сообщения, располагалась старая крошечная община. В дюжине сел проживали от силы тысяча с лишним человек. Население пестрое, все друг друга знают, живут здесь уже поколениями и веками, имеют разные корни, молятся по-разному, но все-таки живут бок о бок, до поры до времени. Как раз в этом спокойном месте начинается большое строительство. В августе 41-го здесь возводят бараки и промышленные здания. Всего в окрестностях развернется пять отдельных лагерей, которые объединятся под общим названием Ессиновац. Собственно, каждый из этих отдельных лагерей будет иметь свое собственное название, но чаще всего называть их будут Ессиновац-1, Ессиновац-2 и так далее. Подготовительными работами занимались сразу несколько официальных структур. На бумаге они осушали болота и облагораживали речные берега, но все это служило не более чем прикрытием, потому что малопроходимые топи были скорее необходимы для будущего лагеря, во избежание даже малейшей возможности побега. И вот центральным объектом всего комплекса стал Ессиновац-3, также известный как Кирпичный завод. Опять же, на бумаге это трудовой лагерь с тремя бараками, предназначенными для комфортного размещения 400 человек в каждом. Правда, вместо 1200 заключенных здесь вскоре появится 3000 узников. Со временем другие объекты, которые раньше значились как транзитные и депортационные, стали закрываться, ну вот как тоже ядовно, да, и людей перебрасывали в том числе и сюда. И без того мизерного продовольствия, а главное места, катастрофически не хватало. Посему в ноябре 1941-го лагерное командование впервые пошло не на единичные, а на массовые убийства. Впрочем, это было продиктовано не только планами усташей, но и сменой руководства есеновца. До недавних пор лагерем заведовал хорватский функционер Мио Бабич. Мио Бабич, он достаточно рано примкнул к усташам, совершил в 1629 году вместе со своими соратниками политическую расправу убийства главного редактора новостей Тони Шлегеля. Рассказывает историк-балканист Владимир Путятин. Кроме того, во время попытки его задержания убил и ранил одного из полицейских, и, в общем-то, ему удалось избежать наказания за совершенное преступление. Затем он сбежал в Италию, где находился тоже на особым счету за свой жестокий нрав и характер. считается, что он был в том числе причастен к убийству короля Александра Каргиологича в 1934 году. Он как раз принял непосредственно участие в создании и подготовке концентрационного лагеря и в Данице, и вот на острове Пак создает он концентрационный лагерь. Буквально сразу он получил такую печальную известность. Событие было названо «Резня благая» 9 мая 1941 года, когда он по собственному желанию, это не был приказ со стороны кого-либо, взял с собой несколько десятков усташей, просто они устроили показательную расправу, убив около 500 сербских крестьян. Создавая те самые лагеря, осуществлял такие показательные акции, которые буквально по несколько сотен человек убивал. И, собственно говоря, одна из этих акций закончилась тем, что как раз партизаны оказали сопротивление, и он был убит. А на смену Мию Бабичу в качестве коменданта есеновца пришел уже знакомый нам Викослав Лобурич. Уже известный своим зверским отношением к сербам, да и всем остальным заключенным из числа недружественных хорватам народов. И уже знакомый с основами и уставами нацистских концлагерей. По их образу и подобию он обустраивает и существование ясеновца. Но со своими локальными особенностями. Внешне лагерь мало чем отличался от картины, знакомой нам всем, наверное, по историческим хроникам Второй мировой. Вот как, например, вспоминала ясеновце бывший заключенный Дуру Шварц. Наконец, вечером мы достигаем лагеря Ясеновац. Ночь мы проводим в вагонах поезда под бдительным присмотром охранников, которыми командует второй элитагент Бениш. Утром нас снимают с вагонов и выстраивают вдоль путей. Окруженные усташами мы маршируем в лагерь. Мы достигли ворот лагеря. Он окружен забором из колючей проволоки высотой 3 метра и почти такой же глубины. Наши вещи проверяют, мы входим через ворота за проволоку, где почти каждый из нас останется навсегда. Всего здесь три барака, каждый около 20 метров в длину, около 10 в ширину и 4 в высоту. В двух из них живут примерно по 500 человек. Мы располагаемся в три яруса. Внутри страшная теснота. По баракам стреляют из пулеметов, по ночам пули свистят над нашими головами. А утром мы уходим на работу. И все же внутри различия были колоссальными. Тяжелый рабский труд и бесчеловечные отношения охранников у сташи, да, позаимствовали у немцев. Но действовало и то, на что нацисты не шли практически никогда. Каждый заключенный, пересекая ворота лагеря, не расчеловечивался до конца. Он не становился тем самым безличным номером. У него сохранялась возможность продвинуться, внимание, во внеуставной иерархии. Правда, цена у этого была страшная. Помимо все еще немногочисленных конвоиров и охранников, в лагере существовали такие должности, как лагорник или группник, а это привилегированный заключенный, переходное звено между охраной и узником. Как в начале диктатуры в ряды у сташей попадали наиболее лояльные евреи, так и здесь, ближе к кормушке и дальше от издевательств могли подобраться те, кто, скажем так, запятнал себя в глазах режима гораздо меньше, чем ненавистные сербы. Преступники, уголовники, даже бывшие усташи, которые дерзнули в свое время пойти против своих, поэтому оказались здесь. Более того, даже евреи и сербы могли теоретически заслужить статус так называемых капо, старших заключенных, сотрудничавших с администрацией. Такая прослойка всегда была не только в любой системе исполнения наказаний, но и в целом, наверное, в любом режиме. И обычно она презирается сильнее прочих. Почему-то. И все равно подъем по социальной лестнице лагеря, который давал незначительные поблажки и мизерную отсрочку от наказаний, был доступен лишь единицам. Остальные же ежедневно сталкивались с изматывающим трудом. Те, кто не выполнял норму, вольно или невольно нарушал правила, те подвергались пыткам и издевательствам. Повода даже могло и не быть. Любой охранник мог по желанию лишить жизни любого заключенного. Насилие царило в Есеновце, пишет в своих мемуарах бывший узник Мирка Пайкич. Усташи убивали заключенных разными способами, на глазах у всех нас. Иногда из пулеметов, пистолетов или револьверов, но этот способ был наименее популярным. Обычно они резали заключенных ножами, как будто они были скотом. Иногда один усташ убивал целую группу. Еще людей убивали с помощью молотков, специально для этого изготовленных. Они использовали специальные железные и деревянные шесты и особенно топоры. Говорят, что они душили людей проволокой, но я этого никогда не видел. Да, специально изготовленное холодное оружие. О нем в принципе до сих пор ходит много мифов, но некоторые из этого правда. Хорваты продолжают все это время вести боевые действия, и патроны были на особом счету для фронта. Поэтому в целях экономии для уничтожения мирного сербского населения часто использовались так называемые сербомолоты, зазубренные на балдашнике на длинной палке, обычно кустарно переделанные из кузнечных или ремесленных молотков. В одной только резне в Дракуличе сербомолотами было уничтожено больше двух тысяч пленных. Ну а больше истории известно другое приспособление усташей. Изначально немецкое ноу-хау гарбенмессер. Нож для снопов. Он производился с 1926 года для фермеров. При сборке урожая руки у крестьян должны быть свободны, но небольшое и острое лезвие хорошо бы всегда держать с собой. Перерезать стебель или веревку, которые связывают сено. И чтобы постоянно не таскать нож где-то на поясе, не лазать за ним в карман, лезвие приделывали к грубой кожаной рукавице, по другую сторону от большого пальца. Как раз использовали усташи. По разным, опять же, скорее мифологизированным данным, они и изготавливали такие ножи кустарно и модифицировали их, приделывая лезвие длиной не в 5-7 сантиметров, а вовсе 30. Доподлинно известно одно — название. Для своей новой цели вот этот мирный сельскохозяйственный инструмент стал называться сербосек. В русском приложении еще встречается название серборез. Тоже красноречивое. В конце августа 1942 надсмотрщики Есеновца устроили соревнования. Каждый из них, вооружившись сербосеком, должен был убить как можно больше узников в лагере. Результаты некоторых доходили до сотни, до двух, до трех, но один из охранников, Петр Бжица, превзошел всех. За несколько часов, по очень разным оценкам, он перерезал горло 1360 заключенным. Цифры разнятся. Кто-то говорит, что 1100, кто-то, что не мог он это сделать больше тысячи, а дело не в точности. Дело в разбросе и численном порядке. Около тысячи за несколько часов. Победа в соревновании принесла Бжица звание короля сербореза. От коллег он получил почетный приз печеного поросенка и доброе вино от администрации лагеря серебряный сервиз, а золотые часы от лагерного капеллана. Да, католический священник поощрил таким образом убийство более чем тысячи человек, в основном православных. Историю Петра Бжица мы в том числе знаем из воспоминаний другого лагерного палача, Жилы Фригановича, который тоже принимал участие в этом соревновании. Убийства начались и всего за час я зарезал гораздо больше чем другие. Мне казалось, что я на седьмом небе, никогда еще не испытывал такого блаженства. И вот в момент величайшего экстаза я заметил пожилого крестьянина. Он стоял и мирно наблюдал, как я перерезаю глотки и как мои жертвы умирают в муках. Его взгляд потряс меня, эйфория сменилась холодом внутри и какое-то время я не мог пошевелиться. Затем я подошел к старику. Выяснил, что его зовут Вукашин. Фамилия Мандрапа или что-то в этом роде. Кажется, он был из деревни Клепцы. Всю его семью перебили и теперь он оказался в Ясиновце после работы в лесах. Он говорил об этом с таким непостижимым спокойствием, что оно потрясло меня больше, чем все крики ужаса и боли вокруг. Мне захотелось вырвать из него все это блаженное состояние самой жестокой пыткой и его страданием вернуть себе чувство эйфории, продолжить наслаждаться чужой болью. Я отвел его подальше от остальных и усадил на бревно. Требовал кричи да здравствует поглавник Павелич или я отрежу тебе ухо. Укашин молчал. Я отрезал ему ухо, но он не проронил ни звука. Я продолжал кричать давай да здравствует Павелич я жду давай. молчание отрезал второе ухо, затем нос, а затем заорал не скажешь я вырву тебе сердце. Но он посмотрел на меня даже сквозь меня и как-то медленно тихо но очень уверенно вымолвил ради тиди эти свой посао делай свое дело чада. После этих слов я потерял себя. Выколол ему глаза вырвал сердце отрубил руку которой старик крестился перерезал горло от уха до уха и бросил тело в яму но что-то в тот момент сломалось во мне и той ночью я больше не убил никого. После этого случая Жилов Риганович ушел в длительный запой. Убитый им старец долгое время являлся надзирателю в кошмарах. Он то и дело повторял делай свое дело чада. Психика Ригановича не выдерживала. Он все чаще срывался в приступы бешенства и панические атаки. Свои переживания он впоследствии изложит нейропсихиатру доктору Недо Зецу. По горькой иронии судьбы доктор тоже пережил ужасы заключения в Ясиновце. Чем дольше длилась война тем жестче становились методы усташей и на фронте и за лагерной колючей проволокой. Свирепство и насилие стали обыденностью. Рассказывает историк-балканист Владимир Путятин. В немецких концентрационных лагерях существовал какой-то определенный порядок. Тут работают здесь мы отправляем газовые камеры здесь еще что-то. То есть здесь это все происходило перманентно. Человек выронил лопату, что-то не донес, его могли тут же убить. Всевозможные факты расправ всеми подручными средствами. То есть заключенного могли забить лопатой, ударить молотком, расстрелить ноги. Могли собственно говоря, когда за несколько десятков километров трупы оказывались на территории Сербии. Местные власти они видели, так сказать, что проплывает труп буквально по реке, они его вылавливали, составлялся протокол. Это одно из таких немногих задокументированных свидетельств, в том числе расправ, когда людей могли застрелить на берегу реки, и тело человека плыло по реке. Расстрелы и повешения дополнились дыбами и столбами, увечьями и кастрацией, удушением, травлей собаками, захоронениями живьем. Но убийства трудоспособных мужчин призывного возраста уже на первых этапах хорватской диктатуры сопровождали и расправы среди беспомощных стариков и женщин. А особое место здесь занимали дети. Биологическое будущее нежелательных рас. Режим Павелича пошел на то, что не делали даже нацисты. Ввел отдельные лагеря смерти именно для детей. Когда в Есеновоц должна была прибыть международная группа иностранных журналистов, комендант Лоборич приказал устроить показательное выступление. Глазам наблюдателей открылась в целом идиллическая картина. В отдельном бараке сидели дети от 4 до 14 лет. Другие узники, еврейские профессора или сербские интеллектуалы, учили их читать по-хорватски, писать латиницей и даже петь. Визитеры остались крайне удовлетворены и уехали обратно писать о соблюдении гуманитарной миссии по обращению местного населения в хорватов. Правда, через 4 дня после визита и преподаватели, и все 400 заранее отобранных детей по приказу Луборича были убиты. Есеновоц был лагерем не единственным. В принципе, большинство остальных лагерей предназначались именно для женщин и детей в основном. А один объект стоит особого упоминания — Естребарско. В него попадали сразу с места жительства или из других лагерей, например, из Староградишка, тоже печально известного и входившего в комплекс Есеновац. Детей забирали у матерей, сажали на поезда и в грузовики, после чего привозили в совершенно неприспособленный лагерь. Спать приходилось на соломе. Всего один раз по прибытии детей брили и подвергали санитарной обработке. Дальше о гигиене не говоря о неутихающем голоде. Самым старшим узникам было не больше 14, и им нужно было заботиться о тех, кому не было и двух лет. Всего через Естребарско прошли свыше трех тысяч детей. В лагере их ждал не принудительный труд, а жесткое перевоспитание, идейная подготовка, систематические принуждения выкрикивать усташские лозунги и нацистские приветствия. Все, кто не хотел или кто просто не мог этого делать, избивались. Не только охранниками, но и, внимание, монахинями. Да, часть узников Естребарска, забыл сказать, жили в помещениях старого действующего монастыря. Все это воспринималось иной раз преступлением даже среди идейных усташей, не говоря обо всем хорватском режиме, о простых людях. Региональный Красный Крест и местные прикладывали все силы, чтобы, если не освободить детей, то хотя бы облегчить их положение. Среди них была, например, учительница Татьяна Маринич. Она неоднократно выступала против жестокого обращения, чем вечно раздражала монахиню Барту Пульхерию, которую поставили во главе этого самого лагеря. Пульхерия знаменита, например, такими фразами, как «Кормить этих бандитских детей — это беречь тех, кто тебя потом зарежет». И да, та самая монахиня вскоре написала на учительницу донос за коммунистические взгляды из-за отстата «отказ воспитывать детей в усташском духе». Татьяна Маринич была схвачена. Другой великий подвиг для детей уже бывшей Югославии совершила Диана Будиславлевич, урожденная Обексер. Ее семья была известна еще в довоенной Австро-Венгрии. Вот эта репутация и связи мужа, выдающегося врача из Загреба, хоть и серба по национальности, помогли Диане разузнать все, что только возможно о положении детей в лагерях усташей. Женщина сделала все, чтобы спасти их из плена. О некоторых оставшихся я смогла найти хоть какие-то данные, но чаще маленькие умирающие существа не могли ничего о себе сказать. Умирали они и в лагерях, умирали и у нас, так и не поделившись своим именем. А ведь у каждого была мать, которая непременно рыдала над ним. У каждого был свой дом, была одежда, а ныне голое тело, брошено в братскую могилу. Ведь и его девять месяцев вынашивали, в моках рожали, радовались его рождению, с любовью растили и лелеяли. И потом... Диана и ее сторонники вызвалили из концлагерей больше 15,5 тысяч детей. Из-за продолжительных пыток, перенесенных болезней и голода, три тысячи из них погибли, едва успев обрести свободу. Во время самого освобождения, кстати, от рук усташей, от функционеров режима, а также от болезней, травм, погибли и 11 соратников самой Дианы. Четыре года Будиславлевич ввела подробнейшую картотеку спасенных. Уже после победы она предоставит их властям, но те запретят даже говорить об этом. В стране наступала новая эпоха, и бередить старые раны никому не было нужно. О подвиге Дианы стало известно только потом, когда записи обнаружила ее внучка. Диана к тому времени уже давно скончалась. Информация о действиях и методах усташей продолжали просачиваться за границу все время войны. Доходило до того, что добровольцы из стран-союзников ОСИ предпочитали отправку на Восточный фронт, куда-нибудь под холодный Ленинград, лишь бы не служить рядом с хорватскими эскадронами смерти, настолько они были отбиты. В ужас приходили иной раз даже немцы. Военный атташе рейха в Загребе, генерал Глейза фон Хорстенау, писал в донесениях главе СС Гиммлеру, что «от чисток в Сараеве и Загребе некоторые его офицеры теряют дар речи». А в чем же разница, спросите вы, между немцами и хорватами? Ну, например, в чистоте методов. Сам Гиммлер в свое время говорил «Мы никогда не запачкаем руки, мы останемся чистыми». Вот почему немецкая машина смерти постоянно совершенствовалась и, например, индустриализировалась. Вот почему к самой грязной работе привлекали не солдат вермахта или СС, а заключенных. Все ради сохранения чистых рук, ради спасения души. Так вот, усташам это было не нужно. Сотни фотографий, сделанных в лагерях и на фронтах, показывают совершенно другое. Азарт, веселье, эйфорию. Улыбающиеся молодчики удерживают пленного и глядят в камеру, пока распиливают его двуручной пилой. Спокойно ухмыляются или просто холодно ждут щелчка объектива, держа в руках отрезанные головы или мертвых детей. Соревнования, все новые, еще более изощренные методы пыток, все это было совсем не тем, как это представлялся Германия, та же самая. Не просто работники, исполняющие приказ, это добровольные палачи, это любители и ценители чужой боли. После 1943-го в Есеновце наступил период относительного спокойствия. Массовые казни теперь носили ситуативный, непостоянный характер, хотя смерть от голода и физического истощения, не говоря о случайных убийствах, сохранялась. Но к концу 1944-го стало понятно, война скоро кончится, и союзные войска ждать осталось недолго. По приказу Викослава Луборича лагерное командование начинает уничтожать заключенных. Окончательное решение поступило уже весной 1945-го, всего за пару месяцев до победы. Приказ избавиться от узников, уничтожить следы захоронений, скрыть любые улики, сжечь здания. Исиноват так и не был освобожден союзниками, в отличие от тех же нацистских концлагерей. Сербская дивизия югославской армии вошла в заброшенную общину в начале мая и осталось охранять доказательства военных преступлений до приезда особой комиссии. Эксперты там нашли немногое, едва сохранившиеся камеры пыток, давно не функционирующие кремационные печи, скелеты и километровую стену из колючей проволоки. Треть изгнать, треть обратить в католичество, треть уничтожить. Такую политику оценки этому были даны разные. Синод сербской православной церкви создал специальную комиссию, которая выявила, только за год с начала войны в 41 и 42 сменили веру 240 тысяч, изгнаны были 300 тысяч, а убиты 800 тысяч. В мае 1945 Хорватия как государство сателлит оси пала. Новую страну возглавил югославский коммунист Иосип Бростита. Вообще человек, полностью отразивший свою пеструю родину. Мать Славенко, отец Хорват. Родился в Хорватии, правил в Белграде. В общем, отлично подходил на роль объединителя Югославии. За свою жизнь, кстати, воевал и в Первую мировую, и даже в гражданскую в России, и, конечно же, здесь, на родных землях. Под его началом еще какое-то время преследовались как бывшие хорватские палачи, так, кстати, и их семьи. Вождь Усташей, поглавник Анты Павелич, бежал из страны еще до поражения. По одной из печально известных крысиных троп, которые прокладывали основные функционеры стран Оси, чтобы скрыться от трибунала где-нибудь в далеких странах, а лучше на далеких континентах. Что примечательно, поддельные паспорта Павеличу и его соратникам помогла сделать католическая церковь. Снова. В итоге поглавник осел в Аргентине, где и жил преспокойно еще лет 10 и даже успел поработать советником по безопасности при дворе диктатора Хуана Перона. 10 апреля 1957 хорватская диаспора устроила масштабный праздник 16-ю годовщину провозглашения независимого государства Хорватии. Туда же приехал и Павелич в качестве почетного гостя. Когда бывший поглавник появился перед аплодирующей толпой, к нему подошли двое и открыли огонь. Пули попали в руку и плечо. Стреляли двое бывших участников сербского сопротивления, которые даже здесь, в Южной Америке, смогли выследить военного преступника. После покушения Павелич выжил, перебрался в Испанию и там относительно спокойно просуществовал еще полгода, а затем умер от последствий ран и сахарного диабета. Ну а дело у сташей даже после поражения в югославских землях не умерло. Викослав Лубурич, комендант Есеновца и создатель многих других лагерей, один из главных апологетов геноцида сербов, к концу войны, кстати, уже в чине генерала, отказался принимать поражение и возглавил радикальную военную организацию Крижары, то есть крестоносцы. Да, вот с таким вот клерикальным уклоном. За Хорватию и Христа против коммунистов, это их официальный девиз, Крижары вели, по сути, разгромили уже где-то в 50-е. Лубурич успел скрыться и прожил довольно долго, даже став в какой-то момент видным авторитетом среди иммигрантов-антикоммунистов. Югославские спецслужбы выследили его только в 1969-м. Агент Илья Станич разбил ему голову молотком и трижды ударил ножом, затем завернул в покрывало и спрятал под кроватью. Через два дня Лубурича похоронят бывшие соратники и сочувствующие в усташском мундире. Петер Бжитца, признанный королем серборезом, сбежал за границу, но о нем мало что известно. Только в 1970-е появились его фотографии. Палач был уже стар и немощен, но все же спокойно жил в США, и югославские власти безуспешно пытались добиться его экстрадиции. Что же касается жертв, тут, как всегда, все не точно и все печально. Усташи отличались от нацистов взрывной жестокостью и, разумеется, наплевательским отношением к людям, как и к документам. Данные о многих убитых изначально никуда не записывались. Никакая отчетность, свойственная тем же немецким преступникам, не велась. А после многочисленных попыток скрыть следы зверств, уничтожить массовые захоронения и снять с себя любую ответственность, восстановить количество погибших можно в основном только по косвенным признакам. И потом в вопрос геноцида сербов снова вмешалась политика. Для нового югославского лидера Иосифа Броса Тита Ясиноват стал прочным фундаментом для построения режима. Звучали разные предположения, в том числе и не особо реалистичные. Например, что только в одном Ясиновце было истреблено больше миллиона сербов. Не говоря об остальных лагерях, о карательных операциях среди гражданских, о боевых потерях. Да, в процентном соотношении к общему населению больше чем Югославия от войны пострадали только Польша и СССР. Миллион семьсот тысяч погибших. Но титаистский миф во многом намеренно сгущал краски. Или наоборот разбавлял. Все, чтобы упрочить легитимность социалистической Югославии, говорит историк-балканист Владимир Путятин. Корпотливое исследование судьбы этих заключенных есеновцев, внимание вообще к этой теме было обращено в той же самой Югославии только уже в 80-е годы 20-го века после смерти конечно Иосифа Брустита. Связано было это в общем-то с той вот политикой с тем курсом который проводился в социалистической Югославии. Подчеркивалось братство народов, которое населяло Югославию. И в общем-то ради такой благой цели в то же время югославские власти они во многом пытались замолчать эту трагедию, которая произошла в независимом государстве Хорватия. И конечно вот эта вот политика замолчания привела к той эскалации этнических столкновений в хорватском обществе. Осознание того, что здесь действительно проводилась политика такой нетерпимости. Мы можем говорить и о геноциде конечно сербского населения она присутствует. Но другое дело, что конечно наверное не в тех масштабах, которые эта проблема заслуживает внимания и обращения к ней. И все же даже самые разные и противоречивые данные о Ясиновце делают его чуть ли не третьим концлагерем Европы по величине и по количеству жертв. Во время всей Второй мировой. Знает ли о нем столько же, сколько знает например об Освенцами? Не факт. Снято ли о нем достаточно фильмов для широкой аудитории? Но вот недавно сербы сняли фильм Дара из Ясиновца. Критики его даже упрекали, мол там вместо памяти у вас сплошной национализм и пропаганда так нельзя. Видимо дело в том, что Балканы стали побочным фронтом извините за цинизм не столь интересным и не столь широко изучаемым как Польша, Франция, СССР, собственно Германия. В сравнении со зверствами нацистов, которых усташи где-то даже и превзошли, они почему-то тоже теряются. А может быть все дело в том, какой ад разверзся в регионе уже потом в 80-е и в 90-е как результат той же политики замалчивания, нерешенных национальных споров, этнических конфликтов и неутихающей генетической боли. Историк Мария Тодорова объясняет все это общим термином «балканизм». Там вечно что-то кипит, там постоянно процветает насилие, там все очень страшно и вообще насколько оно надо туда лезть и в чем-то разбираться, тому же цивилизованному Западу, например. Ну, особенно когда это не пересекается с государственными интересами. И в завершении, что еще обязательно надо сказать, о вопросе веры. Не то, что я уже однократно упоминал и не то, что зафиксировалось в названии одной замечательной книги «Молчание Пия XII». Речь не о католической, а о православной вере. Старец Вукашин Мандрапо, он же Вукашин Ясиноватский, в 1998 году был признан новомучеником и причислен к лику святых. Да, только спустя полвека. Еще до того хорватские историки и другие исследовали, сомневались, а сколько мифа и сколько правды в его истории. Ну, как бы, основываясь на воспоминаниях теряющего рассудок палача, которые еще изложены были хоть и доктором, но все равно узником лагеря. Другой вопрос, важно ли это? Видимо, настолько же важно, как и позиция католической церкви, которая долгое время оставалась официальной, о генералах и офицерах усташей, которые шли по стопам Христа и боролись не только за свой дом, но и за свою веру. Это был третий эпизод спецсезона лагеря. В следующем выпуске мы сделаем еще одну попытку отсрочить свидание с Прекрасным и вместо соседней Германии переместимся на противоположную точку земного шара. Расскажем, как маленькая, но гордая страна боролась за мировое господство, как солдаты продвигали науку и познание, и как в учреждениях лишь отчасти напоминающих концлагеря погибло гораздо меньше людей. Но их смерть была куда страшнее. Над подкастом работали авторы-ведущие Дмитрий Лебедев, редактор и фактчекер Евгений Коланский, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Анастасия Бойкова, продюсер Алена Фелькина. Особая благодарность сервису «Строки» и всей команде подкаст-студии «Терминвокс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова